В столице Крыма планируют переименовать улицу Турецкую. По предложению общественников она получит имя Героя России Олега Пешкова, летчика которого в Сирии избили военно-воздушные силы Турецкой Республики. Это решение уже вызвало волну обсуждений среди симферопольцев. Мнение горожан, историков и власти узнавала Юлия Козырь. Улица Турецкая – одна из самых старых в Симферополе. Конечно, точной даты открытия сейчас никто не назовет, но о ее существовании говорят источники первой половины XIX века. Как раз в это время Россия вела интенсивные войны с Османской империей, и тем не менее это не помешало городским властям назвать эту улицу Турецкой, поскольку, по-видимому, на этой улице жили какие-то турецкоподданные, которые в промежутках между войнами занимались торговлей, устанавливали какие-то контакты между двумя империями. Ни Крымская война, ни Балканский конфликт, ни Первая мировая не стали мотивом для смены названия этой улицы. Поэтому, по мнению историков, и нынешняя политическая ситуация – не повод для ее переименования. К тому же и президент страны призывает сохранять здравый смысл и не ставить в один ряд турецкий народ и правящий в этой стране режим. Выступая перед федеральным собранием, Владимир Владимирович Путин сказал о том, что нужно проводить грань между турецким народом, с которым мы всегда хотим жить в дружбе и мире, и с которым мы готовы торговать, и которым мы уважаем, и турецким правящим режимом, который совершает различные преступления. В данном случае, как раз такой баланс инициаторами этого переименования нарушается. И это плохо. Нельзя идти на поводу у психоза, который бушует сейчас на Украине, поскольку начнем мы с переименований улицы, а потом еще памятники, не дай бог, будем валять. Поэтому к этим вещам надо относиться очень осторожно, спокойно и взвешенно. Городская администрация все же склоняется к идее дать улице Турецкой имя Олега Пешкова и тем самым увековечить память Героя России. Общественные слушания по этому поводу проводить не будут. Эта процедура не предусмотрена законодательством. Она не прописана в законодательном нашей нормативной базе, что это нужно согласовывать или проводить слушания. Если кто-то против, может прийти на заседание сессии. Мнение же симферопольцев разделилось. Это вызывает очень много проблем для людей, которые на ней проживают. Хотя она не такая длинная, но тем не менее. Переименовывать улицу, это вообще, вы меня простите, очень такое дело. Проблематичное и денежное, и все. Летчик погиб наш, в Сирии. Тогда, наверное, надо. Он же не хотел погибать. И выполнял воинский долг. Чтобы сказать «да», лишь бы до абсурда, наверное, не дойти. Окончательное решение о переименовании примут депутаты на ближайшие сессии городского совета. Предложения назвать улицы в честь погибшего пилота также обсуждаются в Москве, Самаре, Казани, Тамбове и Липецке. Юлия Козырь, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.